На РБК региональные новости мы вещаем из отеля Кранплаза Уфа в студии Маргарита Гафарова. Здравствуйте. На 92 процента заняты места в ковид госпиталях республики. Всего на данный момент развернуто 1980 инфекционных коек, сегодня вводится еще 250 и столько же завтра. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на заседании оперштаба. По его словам, Башкортостан занимает 82 место в стране по заболеваемости коронавирусом, однако настораживает постепенное увеличение количества инфицированных. Так, за неделю среднесуточный прирост числа заболевших ковид-19 составил 16 процентов. На 25 процентов выросла заболеваемость пневмонией. Ускоренными темпами идет прививочная кампания. За минувшие сутки вакцинировали свыше 20 тысяч жителей республики. Первым компонентом привитое 500 с половиной тысяч человек, вторым компонентом свыше 370 тысяч. Регион уже получил 600 тысяч 240 доз вакцин спутник ВИИ, эпиваккароны и ковивак. Завтра ожидается поставка 110 тысяч доз препаратов, до конца недели еще 56 тысяч доз. Вакцину сразу распределят по городам и районам. И в продолжении темы. Жители Башкортостана, перенесшие ковид, начиная со второго месяца после выздоровления, могут пройти углубленную диспансеризацию дополнительно к профилактическому осмотру. Главное, чтобы факт болезни был подтвержден медицинской справкой, отметили в общественной палате республики. Если в ходе диспансеризации будут выявлены хронические инфекционные заболевания, в том числе связанные с перенесенным ковид-19, гражданина поставят на диспансерное наблюдение, окажут соответствующее лечение и медицинскую реабилитацию, а также предоставят лекарства. Записаться на нее можно через единый портал государственных услуг, либо медицинской организации по месту прикрепления, либо через свою страховую медицинскую компанию. Самый частый вопрос, можно ли пройти диспансеризацию повторно, если уже проходила ее в этом году. Да, углубленную диспансеризацию все равно можете пройти после перенесенного заболевания. Углубленная диспансеризация делится на два этапа. По итогам первого врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний и при необходимости для уточнения диагноза направят пациента на второй этап. И к другим темам. 138 килограммов ядовитых веществ в воздухе приходится на каждого жителя Башкортостана. Для сравнения, в Ямало-Ненецком автономном округе в пересчете на одного человека приходится почти две тонны вредных примесей, а в Дагестане 20 килограммов. Такие данные приводит аудиторская консалтинговая сеть Финэкспертиза по итогам 2020 года. При этом Башкортостан вошел в десятку регионов по абсолютным показателям вредных выбросов в атмосферу со стороны предприятий и транспорта. Это традиционно передовики тяжелой промышленности, индустриально развитый Красноярский край, где зафиксировано свыше 2,5 миллионов тонн загрязняющих выбросов в 2020 году. Там среди отраслей превалирует добыча металлических руд. Также угледобывающая Кемеровская область с показателем 1,7 миллионов тонн. И нефтегазовый Ханты-Мансийский автономный округ 1 миллион 200 тысяч тонн ядовитых веществ. Башкортостан на восьмой строчке. На республику приходится 560 тысяч тонн выбросов. Из них 79% это доли предприятий, 21% транспорт. За последние 10 лет, согласно отчетам надзорных органов, экологическая ситуация в республике улучшается. Между тем, председатель регионального союза экологов Александр Веселов подвергает официальную статистику сомнению. Экономической заинтересованности во внедрении современных природоохранных технологий и, соответственно, не занимается экологической политикой. Таким образом, мы находимся в состоянии стагнации в сфере охраны окружающей среды и фальсифицированной отчетной информации, которая нам говорит о том, что у нас более-менее все нормально. Эксперт также отметил, что в Уфе уровень некоторых загрязняющих веществ не контролируется, хотя их концентрация должна фиксироваться. Напомню, специалисты продолжают фиксировать в Уфе превышение предельно допустимой концентрации опасных веществ в воздухе. Так, по данным экспертов Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в конце прошлой недели на пункте наблюдения по улице Ульяновых около полудня концентрация этилбензола превысила 1,7 ПДК. А вот на пункте по улице Гафури уже фиксировалось двукратное превышение 2,5 ПДК. Также приборы зарегистрировали на улице Ульяновых превышение в 1,7 раза ПДК из-за пробел бензола. Жители республики, проживающие на территории заповедников и заказников, смогут развивать инфраструктуру, вести подсобное хозяйство и разбивать сады. В Башкортостане смягчили режим земельных отношений в границах особо охраняемых природных территорий. Такой закон приняли в госсобрании. В соответствии с новой нормой, населенные пункты будут включать в состав таких территорий без изъятия расположенных на них земельных участков и другой недвижимости у правообладателей, если это, конечно, не противоречит режиму охраны. А жители и организации смогут оформить участки в собственности или в аренду. Как пояснили в республиканском парламенте, нередко в границах заповедников, национальных и природных парков, заказников и памятников природы расположены деревни, в которых люди проживают издавна. А с введением особого режима охраны они лишились возможности ввести хозяйство, возделывать сад или огород. Из-за проблем с оформлением земельных участков собственность невозможна стала и построить школу, больницу или другие социальные объекты. Теперь же будет соблюден баланс интересов между охраной природы и законными правами местных жителей. Ну и в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных центробанком на сегодня. Доллары и евро растут, американская валюта поднялась на 19 копеек, курс 72 рубля 37 копеек, евро плюсует 4 копейки, курс 86,20. И лучшие обменные курсы к этому часу. Наиболее выгодный курс покупки доллара в банке Убрир по 72 рубля 55 копеек и продажа доллара в банке Финам по 73 рубля ровно. Наиболее выгодный курс покупки евро в банке Убрир по 86,40 и продажа евро в банке Финам по 86 рублей 87 копеек. Это были региональные новости. Оставайтесь на РБК.